друзья всем привет всем хорошего дня улыбайтесь по возможности мирного неба над головой я в последнее время что-то рассеянный какой-то стал машину вот не загоняю нас опять мороз 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 сейчас заведу пускать прогревается все пусть прогревается стекло растает холодно друзья я не знаю уже замерзается право холодно я раз хочу быстренько управиться и поехать еще там насчет работы в общем пока в одно место пробиваюсь вроде бы теоретически меня взяли но я хочу еще обговорить ситуацию с выходными с непосредственным начальником вот в общем если договоримся то иду на работу так 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 управка да что то вы что то вы свеклу не захотели не очень уменьшилась но не съели куры бы съели бы сразу нам бы потерли вообще не жевали бы да друзья выгребаю сено я надеюсь что мне на месяц еще хватит вот от стенки выпала вот такой я даже испугался немножко ну это короче шкурка от утенка получается такого уже перья помните тут коту угонял до несколько раз это видать уже утенок был такой подросший это сено в этом году заносилась в этом году какой-то котяра принес за одну шкурку оставил голуби вот уже они же знают да когда я кормлю один огурчик что-то болеет вот и один листок отщипнул участок что второй листочек тоже типа как вянет не вянет вот семидолины тоже что-то не знаю сейчас посмотрим если продолжит так себя вести надо будет это его удалить отсюда и вот что-то тоже мне не нравится что ж такое что не так политые все что не так я думаю неужели все в искусственный грунт надо сажать чтобы был толк неужели действительно да все в искусственный грунт там вот в книжке которую я вам показывал там доктор джекаб метлайдер он говорит да в искусственный этот то есть в опилке удобрение опилки извести все даже без земли а если в землю то там надо землю термообработкой в духовке там на несколько часов надо поместить так друзья я поехал насчет работы не будем и грустно заставила немножко расставила с той стороны протру так по колхозному рукой протер да не эта работа друзья особо интересно интересно тем что если здесь все срастется буду работать рядом с надюшей нас будет разделять только забор получается в организации разные но она сможет меня видеть через окно это было бы очень неплохо вместе на работу вместе с работы больше общения друзья все бэнч колесо заднее какое-то немножко бьет надо посмотреть что такое машина немножко качается даже камера дрожит не знаю что за слово такое бэнч какой-то знакомый говорил все бэнч как дела все бэнч не знаю что это такое надеюсь не ругаюсь в общем все сейчас еду проходить медкомиссию берут меня на работу единственное что на это место на эту вакансию есть человек но он там пока обучается речей два или три месяца он там выйдет ну выйдет не выйдет знаете бывает временно и постоянно все хорошо сейчас поеду теперь водил кадров нас расскажу вообще в целом ситуацию друзья немножечко истории расскажу вот я когда еще учился в школе у нас поговорка было шоу не будешь учиться будешь в колхозе работать пойдешь либо на сэтефе на свиноферму до хвосты крутить свиньям но крутить хвосты это шутка такая на знаете свиней и поросят хвостики закрученные такие да вот спиралькой это шутка такая была вот и как бы у нас хозяйство был колхоз имени Дмитрия Петровича Жлобы назывался входило в 100 лучших хозяйств в России даже не то что в 100 а по-моему там одно из лучших хозяйств когда-то было вот что дальше в общем прошла перестройка я помню там работал как раз и закончил школу пошел после школы сразу еще перед армией устроился работать и права тракториста получил и на сварщика выучился это все еще перед армией вот ну и там поговорка тоже была не бойся там работу хорошую не найдешь в колхозе всегда работа найдется была такая поговорка и потом неожиданно как бы это все поменялось стало даже в колхоз трудно устроиться но сейчас скажу что тоже можно устроиться единственное конечно кем вот на ферму там требуются люди ну людей сейчас модное слово оптимизируют сокращают обязанности там двух-трех человек на одного переносятся вот людей все меньше и меньше работы все больше и больше надо выполнять ну вопрос не в том что это был колхоз да потом этот колхоз очень долго шли разговоры чтобы ну одному тяжело выжить и заключили какой-то договор с бимбельданом и как-то так что в общем свое имущество перешло в бимбельдан но он также оставался ну уже у Атаманская стала там или Зава Атаманская я не помню вот и построили мегаферму на территории там павловского поселения ну как-то стали объединяться там вот за мир и труд был тоже такой колхоз построили на несколько тысяч коров мегаферму ну продолжалось все свое существование все как было и потом что-то случилось с бимбельданом что купила его пипсикола вместе с нашим колхозом и вот у них приоритеты там нам это не надо нам то не надо у нас вот был спорткомплекс классный пипсикола сразу нам спорткомплекс не нужен там мельница не нужна там еще что-то и в общем позакрывались такие вот точки мелкие которые пипсикола посчитала что им не нужно и потом произвели еще одну оптимизацию в общем было три бригады стала одна бригада ну потихоньку там начали там у них отряд тоже такая вот бригада была в общем потихоньку все это сокращали-сокращали убирали-убирали людей если раньше работало у нас в хозяйстве порядка 800 человек сейчас я не знаю 300 человек если наберется может даже не набраться откорм базы там были были ну ферму одну убрали полностью свиноферму давно уже закрыли вот сейчас это все агрокомплекс имени Ткачева да там агрокомплекс Веселковский получается купи пипсикол и потом уже перекупил агрокомплекс когда уже пипсикола решила что не нужно ей это сельское хозяйство поначалу они говорили мы всерьез и надолго будет здорово если мы будем сами выращивать масло там для чипсов в Лейс это тоже пипсикола хозяева вот здесь будем выращивать масло будем выращивать сами картошку не будем закупать будет свой сахар для напитков но в итоге попробовали и сказали не сельское хозяйство нам не надо нам проще купить ну и купил это все агрокомплекс и оптимизация продолжилась сейчас вот я еду в отдел кадров в Павловск то есть если раньше у нас все было на месте теперь даже на работу устроиться надо ехать в соседнее село ну в станице и вот ну в общем вот такая оптимизация у нас даже инженера так то есть вот инженер он у нас в Атаманской он же и в Павловской он же еще там на какой-то хутор ездит то есть если раньше в каждом поселке ну в каждом колхозе был свой инженер теперь инженер на 3-4 колхоза вот не знаю насколько это целесообразно но мне кажется на месте все-таки это лучше когда человек на месте вот я еду сейчас в отдел кадров потом еще в поликлинику медкомиссию проходить раньше пришел заявление написал и все и работаешь даже бывало такое что пришел и работаешь заявление задним числом потом написал сейчас все немножко наоборот и медкомиссия обязательно медкомиссия недавно общались чтобы хозяйство держать там корову бычков там ужесточают контроль просто нереальный то есть придется чуть ли не медицинскую книжку заводить на каждое животное и в общем чтобы или раз в месяц или сколько чтобы проверялось это все ветеринарами туман павловской прямо туман туман там такой у меня что-то ручник сделал теперь колесо там чиркает что-то заднее колесо я думал притрется оно что-то не притирается уже даже раздражать начинает вот в общем вот такая история про наше хозяйство в общем друзья уже побывал в отделе кадров еду сейчас в поликлинику у нас еще в поликлинике прикол в общем медкомиссия по определенным дням то есть не каждый день ты можешь пойти в медкомиссию на работу или в водительскую медкомиссию я не знаю может что-нибудь поменялось правда но сейчас заеду я флюорографию давно не делал хотя хотя делал ну скорее всего придется делать потому что давно это уже было когда вот начиналась такая пандемия я делал флюорографию потому что в первые дни я буквально приболел хорошо если сегодня медкомиссия чтобы я сегодня прошел медкомиссию если не сегодня то ну может быть завтра и деревья красивые покрытые инием поляй все смотреть красота в общем друзья как я и говорил два раза в неделю у нас медкомиссия и медкомиссия у нас не сегодня и не завтра вот так получается в общем через два дня на медкомиссию через два через три у нас водительская медкомиссия одни дни медкомиссия на работу другие дни хотя я знаю что в некоторых районах я ну приходилось сталкиваться там нету разницы какой день ты пришел пришел прошел медкомиссию и все у нас в определенные дни ну сегодня я прошел флюорографию вот сейчас приготовлю документы каких мне не хватает там дали список документов на медкомиссию на работу такая зимняя сказка в марте снежок немножко как у вас как у вас пахнет сухарики я тоже пообедаю что ты там ух ты а что ты решила я скуню тесто свое всегда сухарики давали помимо бабушки всегда сухарики в такой тряпчаной сумочке лежали а и мама тоже сушила хорошо прям так думаю а что я мне могу сделать сухарики что ли ну раньше печка была обычная там ее легко наложи и лежат зимой в общем короче это самое надо медкомиссию пройти на работу почти взяли да и тогда долго проходить комиссию комиссия один день но через два дня она у нас короче не каждый день там некоторые документы пособирал сейчас еще заезжал короче какие-то справки там еще в общем ну уже почти все готово надо теперь только здорово слава богу медкомиссии на работу еще короче сегодня разговаривал короче предлагают самозанятым оформиться да мне кажется это наоборот как-то тяжело мне конечно всех нюансов не знаю ну не знаю мне обрисовали вроде бы как есть в этом смысл сейчас тебе порассказываю хорошо давай раздевайся садись кушать а что ты покажи что ты сварила бурж что вы кастрюлю сварила какой ароматный не могу открыть дверь стиральную машину ну не могла но сейчас может откроется я пришел домой все работает